В зале школьные педагоги, преподаватели спортивных школ и учреждений дополнительного образования. 40 лучших учителей, отмеченных грамотами, неблагодарственными письмами Министерства образования и науки Краснодарского края, главы города-курорта. Но добрых слов в свой адрес заслуживает каждый, кто связал свою жизнь с благородным делом, воспитанием и наставничеством. По словам главы города Сергея Сергеева, День учителя – один из тех праздников, который вызывает только положительные эмоции и теплые воспоминания. Я уверен, что у любого человека в жизни, состоявшегося, были очень и очень хорошие учителя. Без этого человек не может встать на ноги, не может достичь определенных успехов в жизни, в работе. Да, наверное, стать просто человеком с большой буквы. И учителя – это невысокие слова, не считая сличным премием, иногда, забывая домашние дела, вкладывают в нашу душу. Я хочу вам пожелать благодарных и успешных учеников, которые будут говорить, я учился в Анапе, мои учителя имеют такие фамилии и сегодня они заслуживают слова уважения. Вчера было много поздравлений. И от бывших учеников с волнением читала все слова, а одна мамочка прислала слова благодарности, а в конце написала. Моя Полинка с удовольствием бежит в школу. Вы знаете, вот лучшей награды для учителя нет. У Елены Шарпан педагогический стаж 33 года. Она завуч и учитель младших классов. Конечно, учитель начальных классов, он очень отличается от учителей старшего и среднего звена, потому что это малыши, это особенный народ. Когда они приходят в первый класс, мы должны заменить им маму. Они должны чувствовать у нас поддержку. Губернатор Костендарского края и администрация нашего города большое внимание уделяет как отдельно взятому учителю, так и школе и в общем отрасли образования. От всех собравшихся я хочу вас доверить, что все образовательные учреждения муниципалитета делают все возможное, а иногда и невозможное. Чтобы вам не было стыдно за отрасль образования, мы еще больше будем стараться. Традиционно в России среди педагогов больше женщин, однако с ростом заработной платы растет и число мужчин, хотя сегодня в школах они в буквальном смысле на вес золота. Должна быть любовь к детям. Я детей люблю, поэтому я в школе работаю. У меня образование первое, вообще юридическое. Я по специальности пассажировался полтора года, мне не понравилось. И я решил попробовать в школе. У меня просто мама, она педагог с большим стажем была, когда работала в суд русского языка и литературы. Меня пригласили как человека, имеющего гуманитарное образование, попробовать попреподавать. Я год поработал, и мне понравилось. Я закончил еще заочно педагогический институт и пришел в школу. Всего в городе 92 образовательных учреждения. В них работает более 2,5 тысяч педагогов. Как говорят в городском управлении образования, с этого года старшеклассникам покажут то, что обычно остается за кадром. Административная работа, подготовка материалов к урокам. Педагоги уверены, кто-то из них обязательно выберет для себя профессию учителя.